Рано радоваться, рано радоваться. Смотрите, ведь тренд, тенденция курса российской валюты зависит сейчас от цен на нефть. Они остались невысокими, они выше 60, никак не отскакивают долларов за баррель. Также важнейший фактор – это состояние российской экономики, оно продолжает ухудшаться. Опять негативный фактор. Еще одно важное обстоятельство – это геополитическая напряженность, санкции и антисанкции. Тоже влияет на курс рубля, и это никуда не делось. И значит, кризис не прошел. Когда мы говорим о кризисе, надо оценивать то, что происходит в реальной экономике. В реальной экономике сейчас ситуация ухудшается. Это можно продемонстрировать и на конкретных показателях. На то, что происходит с реальными зарплатами, с динамикой оборота розничной торговли, промышленности. Везде ухудшения. Только, кстати, в сельском хозяйстве в феврале было зафиксировано небольшое улучшение. И по традиции ваш прогноз. Сколько будет стоить доллар через месяц и к концу года? Ну, через месяц, я думаю, что будут примерно те же уровни, которые сейчас есть. Вторая волна ослабления рубля – это вторая половина лета, может быть осень. И тогда мы снова увидим те уровни, которые уже рубль преодолевал. То есть это под 70 рублей за доллар. По нашей оценке даже может быть выше. Потому что мы как среднегодовой курс оцениваем 75 рублей за доллар. Но это уже перспектива осени. Редактор субтитров А.Семкин